по времени как получится здравствуйте дорогие друзья эта программа на самом деле я по-прежнему сергей веселовский наш гость популярный журналист правда руб анатолий шарик анатолий здравствуйте да привет правда руб правда руб а правда мы решили поговорить об интересной теме которые в принципе как бы я даже сам не знаю и у тебя есть определенные слова определенное обращение либо посыл к миру пожалуйста тебе слова да какой посыл к миру никакого посылок миру нет просто меня долго на протяжении многих месяцев спрашивают о моем отношении вообще к новообразованием к республикам и к новороссии так называемой в целом и я постоянно говорю одно и то же то есть я сейчас могу это повторить потому что я приверженец единой украины я помню украину из которой я уехал я хочу чтобы украина была единой я скучаю за крымом но я не сторонник того чтобы нагнуть всех через колено и там вернуть кого-то помимо его желания скажем так однако же пора четко сформулировать и там и то есть то что я скажу это не факт что будет для более того это факт что будет многим неприятно возможно но вы хотели узнать мое мнение я скажу впервые в истории я выскажу свое мнение по новороссии то есть не называя не называя никакие там территориальные объединения скажем так отстраненные да можно ли понять то что произошло понять то что произошло можно потому что если несколько миллионов людей играют роль какой-то золушки постоянно забитой вот над которой насмехаются и при этом это золушка создает уют в доме и наполняет бюджет это ненормально когда этих людей постоянно унижают какие-то выдумывают им постоянно новые определения я не хочу даже повторять эти определения то есть самые мягкие сейчас из новых это там ватники колорады да то есть не люди эти люди однозначно когда-нибудь просто возьмутся за ум их называли рабами ну эти люди могут конечно же взбрыкнуть вот и это это объективно это объяснимо то есть то что произошло это вполне объяснимо нельзя постоянно пружину загибать когда-нибудь она разогнется и будет всем больно это и случилось в общем-то почему-то не хватило ума для того чтобы договариваться решили договариваться путем там бомбежек и и убийство и вообще не разжигание ну короче гражданская война это реально гражданская война украинцев с украинцами но по самой теме вот я наблюдаю что сейчас происходит там в этой местности которая называется новороссии давайте будем называть ее новороссия хорошо что там происходит вообще что происходило изначально я отлично понимаю что без россии без помощи военной помощи помощи людьми все вся история давно закончилась то есть здесь понятно но с другой стороны абсолютно глупость по моему мнению изначально было провозглашать мы хотим присоединения к россии ну то есть это абсолютно не то что неверный шаг это абсолютно абсурд почему есть множество организаций которые можно каким-то образом сравнить с ополчением днр и лнр это допустим там это баска вот это ирландская республиканская армия но если это больше склонялась уже в последние там годы своей активной деятельности к террористическим актом именно к террору то вот люди которых называют террористами допустим сейчас сегодня в украине ну если следовать по букве закона я хочу увидеть их террористические акты которые они осуществляют то есть там как взрывы на каких-то там на остановках общественного транспорта в метро я не знаю газы какие-то ну то есть они не подходят немножко под это определение чисто если смотреть по букве закона суть не в этом если бы баски заявили что мы не хотим полной самостоятельности на которую мы имеем право потому что ну жерелом влада и и народ вообще на самом то деле если народ хочет устройте не опереточные там какие-то референдумы устройте настоящие люди имеют на это право не устроили хорошо но если бы те же баски говорили мы не хотим полной независимости а мы хотим присоединение допустим к франции мы хотим к франции присоединиться и вот они начали бы бегать с французскими флагами и заявлять что мы вот мы на самом деле французы отношение к ним у многих людей которые их поддержали было бы совсем иным то есть баски в конце вообще стерлись они начали уже исполнять такое что нельзя было исполнять ирландская республиканская армия вот ирландцы возьмем они ведь не говорят мы хотим присоединиться допустим там к швеции правильно мы хотим независимую ирландию разве эта мечта вот ну если уже готовы были пойти на такие жертвы на тысячи убитых на полностью разрушенную инфраструктуру на уничтожение всего и на такое колоссальное сильное противостояние ну надо было бы дать людям мечту причем мечту осуществимую разве присоединение к другой стране это мечта но присоединились вы к россии получаете что российские пенсии то есть в чем здесь мечта я вижу это несколько иначе то есть когда вот допустим мои ребята брали интервью у того же ургена он интересные вещи говорил то есть он рассказывал о полной независимости и о сотрудничестве с российской федерации сотрудничество это не присоединение почему отношения в европе я живу в европе вижу отношения почему отношения к днр лнр определенное там потому что они уверены и небезосновательно что это как бы это российская тема эта тема россии вот они хотят там на соединиться присоединиться к россии россия хочет отнять эти во первых это не осуществимо потому что россия на такое никогда не пойдет ну объективно не пойдет крым это одно да у крыма там определенные исторические были предпосылки к тому что произошло с крымом здесь не получится и россия сама на это не пойдет никогда в жизни никто этого не признает можно говорить да россии плевать нет россии не плевать это уже понятно это уже видно вот то есть это абсурдная какая-то мечта которая мечтой сама по себе не является почему нельзя было дать людям другую мечту вот дубай до распределение богат между коренными жителями это нечто иное правильно когда люди живущие на земле забитой полезными ископаемыми до отказа на богатейшей земле они просто сидят на на я не знаю на складе там лежала в земле золото и эти люди мечтают о каком-то присоединение к чему-то вместо того чтобы создать свой христианский эмират допускай мы мультикультурный эмират в котором люди дать сделать отсчет 22 года 1922 вот кто с 22 года да тот считается коренным допустим вы посмотрите как это сделали те же арабы то есть у арабов получилось а почему у славян не может получиться почему мечты такие обрезанные кастрированные почему нельзя думать о том что если уж на такое мы пошли если уж мы пошли на такую кровь и на такие жертвы то может быть следует видеть что-то более яркое вдалеке создание государства до в котором причем я к этому не призываю повторяю я за единую украину но это же вы пошли на это то есть вы на это решили и ради чего ради того чтобы сменить шило на мыло я смотрю сейчас на эти движения которые происходят там внутри этих но объединений борьбу на борьбу за власть до причем я знаю многие вещи там инсайдерского характера и я просто вижу что сменилась одна там грубо говоря элита которая не являлась элитой сменяется другой более голодной вот но сути не не меняется сейчас опять начнется какой-то культ личности конкретно одного человека или там конкретно двух людей потом начнутся там какие-то дрязги ссоры уже начались и к чему в итоге придете ну вот к чему заменили мы протекторат там украины мы там не хотим под украиной а беде вы выстроить я не знаю свои границы да к россии не получится однозначно присоединиться и посадите там в парламент или там в руководство этих республик людей которые которых можно сравнить с теми людьми которые были раньше а что от этого народу а народ точно так же хорошо мы все сменили а теперь давайте идите-ка в шахты другое дело когда коренные не работают коренные имеют процент от того что лежит в их земле на которой они имеют право а лежит там очень много то есть если перерасчете на население 50 процентов бюджет дату там на необходимости а 50 процентов разделение между населением можно сказать да это абсурд но в имиратах же не абсурд правильно и люди там не работают коренные просто потому что им это не надо если хочешь работой не хочешь не работай родился 40 тысяч на счет выбирай любой университет мира мы тебе оплатим и это же реальность жить на такой богатой земле и ставить перед собой настолько кастрированные цели это как вы знаешь как если блоху посадить в банку убрать потом крышку она все равно будет прыгать на высоту крышки она не понимает как можно дальше подумать как можно развить свою мысль глубже обширнее и причем это реальные реальные мечты были бы то что я вижу сейчас это шило на мыло и более того я не могу понять для чего гибнут молодые ребята вооруженных сил украины для чего это вообще все эти атаки при том что происходит сейчас мне кажется хватило бы просто взять в осаду да грубо говоря сидеть покуривать и ждать пока она внутри не закончится тем чем она в общем то должно закончиться если нет мечты за которую человек может умирать при этом видеть что она осуществима не будет ничего люди откровенно устали от войны люди устали от бомбежек и люди готовы на плохой мир чем на вот такую вот хорошую войну вот это мое мнение и и если у тебя есть вопросы то задавай я вот сейчас знаешь что сделаю я умышленно завяжу на морской узел свой язык потому что вопросов много я всего один а тех кто готов задать вопросы комментировать спорить до хрипоты я знаю что ругать будут обязательно и хвалить кто-то будет вот честно говоря у меня просто есть свое видение я бы мог тоже такой же длинный сейчас монолог рассказать там попытаться оспорить не хочу вот принципиально не хочу я хочу чтобы сегодня был бенефис анатолия шария который высказал свое мнение и пусть это мнение комментирует лайкают контр-лайка и другие люди пусть они спорят ну чё я буду отбирать хлеб у них поэтому огромное спасибо за вот эти слова я далеко не совсем согласен во многом очень поддерживаю и сам это изнутри все вижу и понимаю одно только скажу что четко вот сто процентов что народ донбасса в общем-то в состав россии то сильно все не рвались люди хотели справедливости хотели что принад и леонидовичи и господа ефремовы больше их не затрахивали вот это была мечта народная республика и сегодня в принципе шари произнес манифест который больше подходит марку соркину коммунисту из брянска который примерно то же самое только своими коммунистическими тезисами произносил постоянно то есть народное государство для народа для справедливого перераспределения собственности а не так как было при янукович и при прежних ребятах поэтому анатолий огромное спасибо за эти слова спасибо что у нас ты первыми их произнес и будем ждать реакции нашей публики очень важно вот это вот оставить то что я скажу сейчас это все произнесено только при условии того что уже произошло то есть при условии того что множество людей при сложившихся условиях умирают и готовы умирать там да и все такое и назад уже не хотят сдавать то есть заднюю они не хотят включать то есть однозначно это уже клинч и вот при таких условиях ну да глупо мне кажется жить без мечты спасибо большое удачи всего доброго увидимся обязательно продолжим беседы до свидания это была позиция было мнение анатолия шария журналиста который много лет со времен януковича находится за пределами государства украина он имеет право на свое мнение точно так же как любой другой человек гражданин ли украины гражданин ли другой республики я больше чем уверен что действительно спорить будут много но мнение этого человека мне было очень интересно я очень хотел его в конце концов услышать позицию именно по донбассу во многом она совпадает с тем что я думаю на сей счет чем-то разбегается и кардинально но на то она и свобода слова который сегодня на остальной части украины к сожалению нет поэтому шари находится далеко в италии а не в киеве такие дела так вот она на самом деле все и есть вам всем всего доброго завтра увидимся пока